Центральный банк должен быть государственным. Он не может играть в такие игры. Они разорили всю нашу страну вот этими финансовыми аэрографическими системами. Кстати, вы заметили, да? Напечатали список из 210, как будто бы человек под санкцию. Худрин, председатель банка и Чубайс не попали в этот список. Я прочел. Никогда Штирлиц так не был близок к провалу. Кстати, могу вам сказать, я абсолютно убежден, что я уже сидел на своем рабочем месте. И меня надо менять. А мне надо идти в президенты. Русский вопрос. И интернациональное ваше видение. Слушайте, ну, абсолютно убежден. Вот, кстати, видели фильм про Сталина? Он так интересно там сказал, что я, говорит, не грузин. Я русский грузинской национальности. Русский, который говорит на русском языке. Русский, который нашу культуру воспринимает как свою. И, например, у меня огромная, ну, сколько, больше 10 человек приехало с Донбасса. У них фамилии украинские, но они русские. Они русские. Это русские люди. Они говорят на русском языке. У них русские дети. И они, мы сейчас уже некоторым квартиры дали, некоторые еще живут в общежитиях. Но мы всех их любим. Потому что все мы русские. Ваше отношение к вопросу о состоянии российской армии. Слушайте, мы столько лет сами уничтожали нашу армию руками Сердюкова и других остальных, что нам теперь надо ее восстанавливать. И я вот сегодня на заводе тоже был такой вопрос. Говорил, слушайте, а что это такое, когда из обыкновенного ПЗРК сбивают наш истребитель? А он Су-25. Это значит, что он последний выпущен был в 1978 году. И он без прикрытия. И парень герой не потому погиб, ну потому что отстреливался он до последнего, но его же надо спасать было. Ну, честно, я считаю, что это правильные шаги. Увеличение, усиление обороноспособности нашей страны – это главная задача государства. Но считаются только сильными. Поэтому надо сильную экономику, надо большой бюджет и надо увеличить достигнования на оборону. Мы должны быть сильными, только сильный может выстоять в этом мире. Что вы имели в виду, когда говорили про львов и баранов? Почему СМИ тиражируют? О! Я не говорил, что фашисты – это львы. Я не говорил, что наши ребята, которые выиграли в этой войне бараны. Я говорил о другом, о том, что роль личности в истории очень велика. И никто бы не справился с этой бедой, если бы не Сталин. Если бы человек, который не консолидировал общество. Мы тут приехали в Самару. Там, значит, по-другому это Куйбышев по-нашему. И это нас привели в бункер, который был построен руками, удивительно, в определенной секретности нашими инженерами, солдатами. И там увидели телеграмму. Сталин написал руководителю одного из заводов, который там приехал в Куйбышев из оккупированной территории. И написал, страна надеется на вас, что вы сделаете ИЛ… Они там выпускали ИЛ-2, штурмовики. Столько, сколько нам надо, а не столько вы выпускаете в день. А в день они выпускали один штурмовик. Эта телеграмма, которую нам зачитали полностью, подняла на защиту, на трудовой подвиг весь коллектив. И за неделю они с одного истребителя в день стали выпускать 20. Это надо понять. Кто такой был Сталин, который сделал так. Причем никто не был расстрелян. Никого не заставляли из-под палки. Но они совершили невозможное. И поэтому наша страна победила. И люди шли на смерть с именем Сталина, потому что они точно знали, что это справедливый руководитель страны. И помните, да, когда он умер, у него осталось пар стоптных сапог и два кителя. Все. Вот это настоящий лидер. Казачество. Ваше предложение по взаимодействию казачества и государства. Ну, вы знаете, что принят закон. И я абсолютно убежден в том, что, кстати, если вы вас читаете нашу программу, там тоже это есть о местном самоуправлении. Слушайте, ну если казачья станица, она должна самоуправляться сама. У них долгая история. Эти люди всегда служили государю. Они всегда служили государству. И их надо поддерживать. Но честно, я не согласен с тем, как вот это бывает, когда вдруг эти псевдо-казаки, ряженые такие, начинают нагайками разгонять митинги, демонстрации. Власть не должна и не может их использовать для вот этих внутренних конфликтов. Они должны наводить порядок. Они должны своим примером показывать, как должны вести себя настоящие мужчины. И поэтому я за казаков, но против ряженых. Дети войны. У нас в программе есть, и фракция КПРФ уже замучилась вносить этот закон о детях войны. Вы поймите, люди, которые пострадали в детстве, опять же, после того, как наступил их пожилой возраст, тоже страдают. И поэтому они должны быть защищены. И для этого есть специальные проекты законов, которые мы примем обязательно. Поэтому, ну, честно скажу, у нас дети войны в совхозе обласканные. У нас есть специальные программы для них. У нас есть клуб «Золотая осень». Они там пьют чай, поют. Мы им платим хорошие деньги ежеквартально. Они довольны. Возрождение деревни. Как убедить людей вернуться в село? Слушайте, люди вернутся туда, где хорошо жить. Но если вы забираете все деньги из деревни, отправляете в какой-то город, где там перекладывают эту плитку по три раза в год, а у людей нет денег на то, чтобы дорогу себе замостить, они сами вынуждены там... Ну, кто будет жить в деревне из молодых, я говорил об этом в Госдуме, когда средняя доступность больницы 84 километра. Когда детский сад ближайшие там 17 или 20 километрах. Никто в деревне жить не будет. Но сделайте нормально, чтобы было правильное распространение бюджета, чтобы в деревне можно было жить. И второе. Государство должно сделать так, чтобы доход от села, то есть от сельской жизни был высоким. Знаете, американцы сделали так, что фермеры самый зажиточный класс в Америке. Почему-то этого не можем сделать. Мы же знаем, что когда-то молоко стоило 27 копеек, а бензин 10. А сейчас наоборот. У нас деньги просто берут и забирают. Но сделайте так, чтобы в сельском хозяйстве было выгодно. И я знаю, как это сделать. И народ потянется в деревню. Но Россия сильна своими деревнями. Это деревенские парни приходили на войну и отстаивали нашу страну. Это деревня давала и прокорм, и жизнь. И вообще душа России в деревне. Надо ее отделывать. Будет ли при вас цензура? Слушайте, я считаю, что она, во-первых, должна быть самоцензурой у журналиста. Но если... Сейчас, дайте я закончу. Но государство должно регулировать. Ну что это за фильмы такие? Комедия «Смерть Сталина». Ну что это такое? Или там балет, к которому все голые бегают. Слушайте, ну, извините, мне надо не путать искусство и порнографию. Ну нельзя путать. И поэтому обязательно государство должно вмешиваться. Я абсолютно в этом убежден. Это воспитание наших детей. Так, о какой испанской недвижимости пишут в СМИ? Да, обыкновенной. У меня ребенок очень хорошо зарабатывает. Ну, я тут взял кредит и купил. Но, кстати, давайте сейчас поговорим про другое. Я тут рассказывал, почему у меня зарубежные счета. А я хочу, чтобы вы подняли руки те, кто доверяет нашим российским банкам. Видите, сколько рук? А теперь второй вопрос. Когда у тебя заболел твой близкий человек, который вдруг в один час стал парализован, и государство у тебя здесь берет по 700-900 тысяч рублей в месяц, чтобы за ним ухаживать, потому что иммуноглобуляторы, сиделки, специальные кровати, массажисты, локопеды, то есть причем они не могли поставить диагноз. И ты понимаешь, что, к сожалению, мы довели свою медицину до такого состояния, что приходится детей, я своих подчиненных вожу в Израиль, в Германию делать операции. Представляете? И вдруг ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И тогда ты открываешь счет, отправляешь туда деньги. Потому что здесь, знаешь, что там делают сейчас банки? Ты можешь иметь деньги на счете, но ты их не возьмешь. Ты берешь и говоришь, слушайте, мне нужно заплатить что-то. Нам кажется, что это делка спорная. Банки стали круче, чем милиция уже, или полиция. Они могут заплатировать все, что угодно. Но вы посмотрите, что происходит, когда вдруг банки рушатся один за другим. Над ними надзирает ЦБ, правоохранительная система. И они рушатся, и деньги пропадают у всех. А потом они вдруг показывают остальные 870 миллиардов прибыли. А на них потратило государство полтора триллиона рублей в кризис, чтобы спасти банки. Они не спасали промышленность, они не спасали сельское хозяйство. Они не дают денег нашим ветеранам, детям. Они спасают банки, которые разворовывают нашу страну. Еще один пример. Просто вы поймите, что происходит на самом деле. Вот мы были на этом трубном заводе. Директор трубного зарода рассказывает, что мы хотели, и они купили, кстати, японский прокатный стан. И пришли в государственные банки. Это прокатный стан для того, чтобы делать новые суперсовременные трубы. Попросили кредит. Все им отказали. Тогда японский банк дал им кредит за 1%. Но, дальше слушайте. Но за то, чтобы получить гарантию с нашего российского государственного банка, государственный банк России взял 5%. И они заплатили 2 миллиарда рублей нашему банку, чтобы он гарантировал перед японцами, что они отдадут. Представьте, что это такое. И мне говорят, слушай, ты верь в нашу банковскую систему? Нет. У нас написано, она должна быть национализирована. Центральный банк должен быть государственным. Он не может играть в такие игры. Они разорили всю нашу страну вот этими финансовыми агреграфическими системами. Кстати, вы заметили, да? Напечатали список из 210, как будто бы человек под санкцию. Худрин, председатель банка и Чубайс не попали в этот список. Я прочел. Никогда Штирлис так не был близок к провалу. Должна ли власть разрешать протесты? Конечно, должна. Ну, вы как, вот сейчас хозяйку любую спросите, если ты берешь кастрюльку, все дырки заткнул, сделал ее герметичной, поставил нагон, она взорвется. Власть же и сама толкает людей на какие-то противоправные действия. Ну, нельзя. Нужно дать возможность высказаться людям. Нужно с ними заводить диалог. Они что делают? Больше трех не собирайся. У нас в России больше трех не собирайся, мужики не поймут. Это невозможно. Она говорит, вообще ничего не выходи, а если что, сразу в каталажку. Слушайте, ну это не дело. Должна быть демократия. Демократия это когда люди могут собраться и сказать без всякого экстремизма, без всякого, ну там, ну скажем так, радикальных каких-то действий. Но они должны выслушать людей. Я просто сам председатель совета депутатов городского поселения Видное. Слушайте, я прошу о встрече с избирателями, мне власть отказывает. По надуманному предлогу, там у нас ремонт, тут у нас еще что-то. Это не дело. Просто когда они все это вот так вот делают, в конце концов все взорвется. Я считаю, что протесты должны быть обязательно разрешены. Почему преследуют Бессонова? Да они боятся просто. Человек говорил правду. Они взяли и по надуманному предлогу сделали так, что он вынужден уехать. Слушайте, ну так нельзя. Нельзя фальсифицировать всякие расследования. Причем, вы знаете, как интересно получается, я сегодня об этом говорю. Ну они же сами. Вот приходит президент и говорит, вы знаете, у нас 20 тысяч предпринимателей, 200 тысяч предпринимателей. Значит, на них возбудили уголовные дела, отжали бизнес, а потом отпустили. Он бы дальше сказал, что все эти правоохранители, которые это сделали, понесли заслуженное наказание. Нет. Ну мы же знаем по Бессонову, что там 4 заявления, ни одного человека живого такого нет. Просто, ну, придумали все. Ну зачем же человека выгнать из страны, потому что он опасен, потому что он лидер, потому что он говорил правду. Ну, мы же все это знаем, поэтому это все, вот все эти надуманные решения судов должны быть отменены. Все вот эти 282 статья, все люди должны быть выпущены и реабилитированы. Я абсолютно убежден, что президент должен служить. Проблема мигрантов. Слушайте, а у нас в совхозе, вот сейчас работает 80 иностранных работ.